Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорёнными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас мы благословляем, гонят нас мы терпим, хулят нас мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемой до ныне. Не к постыжению вашему пишусье, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Сегодняшнее апостолское чтение раскрывает пред нами одну очень важную проблему. Проблему взаимоотношений церкви и мира сего. Еще Господь наш Иисус Христос в Своем Евангелии предупреждал апостолов о вихлице и всех нас. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И буквально сразу же после зарождения церкви мир восстал против нее. Почему? Потому что церковь не от мира сего. Она говорит не о том, что приятно миру, а о том, чего он слышать не хочет, о его греховности и пагубности. Церковь призвана быть не только светом, но и солью для мира. А соль – это единственное вещество, которое предохраняет от гниения. В самом начале сегодняшнего чтения святой апостол Павел пишет, что посланникам Христовым Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над приведенными словами, как бы от лица апостола пишет «Возвещаю, что настоящее время не есть время почести и славы, но гонений и скорбей». Я вижу, что мы, апостолы, всех презреннее и осуждены терпеть постоянные бедствия. Тех, которые посевают проповедь благочестия, Бог последними явил, как бы насмертниками, то есть как бы осужденными на смерть и достойными всякого рода смерти. Каждый истинный христианин всегда должен быть готов подтвердить свою веру исповеданием, то есть открытым признанием того, во что верит. Христианин – это зерно, а зерно может принести плод только в том случае, если умрет. Удивительно, но факт, главным фактором столь быстрого распространения христианства по лицу земли стало вовсе не красноречие проповедников, не их настойчивость, а именно их готовность умереть за Слово Божие. Один известный философ так и сказал, «Я верю лишь тем свидетелям, которые дали перерезать себе горло. И действительно, может ли быть что-то более красноречивым доказательством искренности убеждения, чем готовность за них умереть?» Несмотря на то, что апостол Павел был убежден в правильности своих действий, он продолжает проявлять подлинно христианские ценности, скромность и смирение. Обращаясь к Арифинам, апостол пишет, «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии». Поясняя данные слова, святитель Назлатуус пишет, «Чем более апостол унижает себя, тем более он возвышается». И напротив, «Чем более превозносятся его собеседники, тем более они показывают свое ничтожество». Коринфяне, как мы знаем, были довольно честолюбивым народом, и потому святой апостол Павел на личном примере пытается им показать губительность такого состояния. Апостол показывает, что обладание разнообразными дарами Святого Духа не дает никому никакого права возноситься над другими людьми, презирать ближних, считать себя более мудрым, умным или способным. Коринфяне, с точки зрения общества, находились в славе, а апостолы в бесчестии. И тем самым общество показывает, что для него более ценно. Слава человеческая или же слава Божья. Впрочем, истинный христианин вовсе не должен огорчаться от того, что мир не принимает его таким, как он есть. Отличие христианина от мирского человека – это вовсе не недостаток в очах Божьих, но преимущество. Ведь и сам Господь не вписывался в социально-политическую картину тогдашнего мира. Истинный христианин, по замечанию апостола Павла, как ссор для мира, как прах всеми попираемый. Отношение к христианству всегда было, и особенно будет в последние времена, как к чему-то вражденному, неприемлемому. Преподобный Антоний Великий даже говорил, что наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут «Ты болен, потому что ты не такой, как мы». И такое отношение нисколько не должно удивлять истинных христиан. Помимо об этом, будем стараться беречь свою веру и свою преданность Христу Спасителю. Ведь только в том случае, если мы предадим свою жизнь Богу, сможем в конце времен услышать от Него столь желанные слова «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Субтитры создавал DimaTorzok